ну вот там снега не было а здесь уже дорога снегу так что так вот бензин заканчивает заправки рядом дороге конечно не очень на свою машину только ездить здесь снег еще чистить не будут но у нас пусть и со снегом и феврале можно охотиться все включимся дальше по месту осталось два километра дорога у нас такая оля слива поле справа не знаю кто муж скажет как в россии мне друг сказал что на чужих полях и брать кыргызстане охотился сказал что на чужих полях спокойно на фазанах охотиться там на утку никаких проблем нету у нас нельзя надо разрешение просить или как лучшем случае оштрафуют лучшим посадят вот едем по этой дороге дорога нормально брат на короле своей ездил здесь он птица какая-то взлетает кстати это я видео говорю что это аист это журавлей вот все скоро доедемся включусь это что вот такое поднялся гусь ё-моё сколько его это весь гусь я в рай приехал там взлетел дорога вот такая Это что-то, вот, мы их как раз и видели, здесь лететь, там поле. Ну, как-то тоже, думаю, костюм, то есть от бахнута еще. Так, знаков я не вижу запретных, ну, еще и там лодка должна стоять вроде бы как. Справа пустое поле, здесь берусь. Вот он, красавчик. Можно так стреляться, блин, домой поехать, пять штук в день. Лимит. Вон, вон, летают. Вот, вот эти, ну, я сейчас скажу сто метров, достанешь. Машину увидят. Почему машину пугаются? Уже, наверное, птица стреляна. Утка взлетел. А там еще и утка, гусь, утка. Вот она возле воды, а он из соков взлетел. Извините, что так снимаю, но по-другому никак. Вот утка, вот гусь. Вот утка взлетела, гусь, взлетела. Ладно, вот, вот, два, две утки летят. Пересаживаться. Самое главное, сейчас не только охота, как раньше. Вот добыть мне, добыть надо. Ну, а теперь я просто могу и на видео снимать, вам показывать. Тоже охота с фоторужья получается. Так, не знаю, как брат здесь ехал на король. Наверное, пешком уже шел. А вон, трактор пашет. Это даже его поле. Тем более, наверное, наблюдает. Едем на место. Не будем ничего нарушать. Подключение искать. Так, я на заднем приводе. На всякий пожарный, я не любитель застревать. Включусь я. Так, где у нас? На нейтралочку и полный привод. Блокировок нету, есть понижайка. Так, да, тракториста я видел. Нарушать не будем. Так, боком, боком, дрифт. Скали и выехали. Оба. Я думал, брат сюда не доезжал. Вот такой грязи. Хотя у него полный привод тоже. Так, голуби. Так, сейчас камеру поставлю. Трясет. Все трясет. Утка, утка садится. Утки очень много. Я там ее не наблюдал, в утиных местах, где я только сейчас был. И говорю, вот, просто надо места каждый раз менять. Я понимаю, что здесь ее очень много. Но вот я был. Одну неделю походил, утки больше не было. Улетела она чуть дальше, но ходить тяжело. А гусь летел, садился. Вот. Гусь летел, садился. Так что гусю без разницы. Все. Мы приехали. Сейчас включусь с GoPro и будем снимать. Ребята, это что-то. Она летит и летит. Летит и летит. Летит и летит. Да тут просто сядь и настреляй. Блин. А хочу пойти пострелять. Ну давайте законы не нарушать. Ё-моё. Это вся утка. И не будем терять времени. Так, ружье я не беру. Я подойду к воде. Я знаю, что там вода. Не знаю, что брать. Лодку тащить. Сначала. Чтобы с ружьем туда-сюда не ходить. Понимаю, что могу охотиться здесь. Вон, горлышки летают. Но у меня нужно добыть утку и гуся. Да. Живности здесь много. Надо пройтись, посмотреть. О! Не одевал вейдерсы еще. Потому что в них очень холодно. Продают вроде бы зимние. Но они очень дорогие. Это зимние есть вещи. Вейдерсы я хочу с собой взять. чтобы добирать. Все это дело добирать. Как бы отдел быстро добрал. Да и никаких проблем нет. Блин. Вот. лодка. Лед. Вода. Лед так себе. Не знаю, куда приведет все это дело. Пробуем. А вон утка. Уже можно будет там стрелять. посмотрим, свою возьму или эту. Сейчас разберемся. Так. В общем, я решил все загрузить. Оружие, сумка с патронами у меня. Сидушка и вейдерсы и вейдерсы с веслом. Думаю, дотащу так. Тут рядом, ну, буквально, на 50 метров. плюс по снегу. Плюс по снегу. Думаю, что я буду по одной тащить все, когда позволяет дорожка. вот. Чехол от ружья взял с собой, чтобы не было такого, что опять к машине подойду, оштрафуют. Не должны. Здесь это место, как говорится, не для всех охотников, кто сюда приезжает, паркуется. Здесь только кто часто, кто постоянно охотится, знает эту дорогу, сюда приходят. Вот, друзья, ходите, ищите. Я смотрел охоту, охота в России. Он казахстане, сейчас гусей стреляет. Там в комментариях написали, что я местный, в этом районе живу и не могу позволить охоту. Я не знаю, как бы по закону вы имеете право охотиться, если даже в Казахстане чьи-то охоту годия, то, соответственно, он говорил, что есть места. Да, труднодоступные, да, пешком ходить, да, мучиться, но вы можете добыть птицу. А где, извините меня, подъехал на машине, вам все приготовили, надо платить, соответственно, денег, так же, как и у нас. Вот поле, вся птица там. Сейчас могу пойти попросить разрешение или скажет, плати, охоться. Полчаса сейчас настреляю и поеду домой. Я люблю более-менее трудовую охоту. Так, вот лужа небольшая, но я уже проваливаюсь. Хорошо. Крепление не стал снимать, тащить недалеко. Если здесь только на веслах, то тогда, наверное, крепление буду снимать от мотора. Буду уже, в принципе, на веслах. Брат сказал, что каяк есть и соответственно, на этом лодке туда плыть. Но вдвоем может быть, но она сильно длинная. Неудобно. Вот мы уже на месте. Здесь нужны вейдерсы, чтобы эти все повороты пройти. Смотри, эта лодочка я это сделаю очень быстро. Так. И вейдерсы не нужны, потому что холодно сидеть в засаде. Во! Без аккумулятора-то второго пассажира как удобно, хорошо сыном. Хоть и маленький тяжело. Так. Ну че? Поплыли. Надеюсь, охота будет удачно. Болото, что я могу сказать. Как на той лодке, извините меня, здесь ходить вот. Ходить можно вейдерсах. Если сейчас я не пройду здесь, то вейдерсы одену, пойду, потом переоденусь уже там где-нибудь на берегу. Блин, встал, что-то уперся. Да тут болотина. Во! Вода и болото. Аккумулятор-то лишний вес, который не даст проехать. Я сам себя уже пройти не могу. Так, ладно. Пробуем так. Так, это болото. Идти можно. неглубоко. Ладно. Включусь позже, чтобы длинные видео не получились. Потом тяжело их загрузить YouTube. Буду включаться фрагментами. Все. Так, чуть-чуть прошли. Лодка поспустила. Не знаю, плохо не мог заклеить. Скорее всего, еще где-то дырка. Но я проверял, может быть, с нее и течет. Я тогда тоже заклеил специальная заплатка с клеем для машины резины. не помогло. Потом суперклеем заклеил и все помогло. Так, лед такой небольшой. Здесь ходить можно по пояс. Но я чувствую тяжело. Каяк в этом плане получше. Проходимость. Да тут еще и лед. Вот такой лед. Не как на севере я тогда долбил. Сейчас поломаю в следующий раз и все спокойно. Просто дорогу не знаю. Здесь можно пройти не по воде. охотники на лодке. Окей. Так. Вот. В общем вот здесь охотятся. Вот срубили ветки, переломали. Там гильзы. это они стреляют птицу, которая летит как бы 800 метров до того места. 800 метров до того места, где нужно. Я не знаю. Здесь дорог вроде бы нету. Здесь сидеть стрелять я птицу не найду. Это надо туда, Все. Здесь ветка, здесь не пройдешь, если только пешком. Но куда оно ведет и что там дальше есть. Так, лодка, каяк, а вон птица встала. Не означает, что люди далеко плывут. я не знаю, вроде там дерево поплыву, вот как вижу. Как бы если на лодке, то должна точно такая тропинка быть какая-то. А вот утка садилась след приземления. может быть и не охотится, далеко не плавает. Если бы здесь, то чудесно. Но один след не показатель. О, видно. Ладно, плывем дальше. быть вообще пешком стоило идти 800 метров по болоту. Там идем 500, но там не лес, а там мыши, по мышу легче идти, не проваливаешься. Доплыл. Что могу сказать? охотники далеко не ездят, мусор оставляют, гильзы брошены. Вот, смотрите, это местные приезжают, охотятся. Решил я, завтра смысл ехать мне за лодкой в мускоку, за такой же, если здесь проплыть невозможно. пойду я пешком по лесу, болоту в Эйдерсах, поищу место, слету попробую подстрелить, добыть, посмотрим, охота с подхода, если здесь подхода не будет к болоту, к тому болоту. Так. Ну все, я готов, собрался, иду. Сейчас посмотрим, что у нас будет дальше. Так. Тут какая-то тропа, взял чехол, кейс, сумка неудобна таскать. О, полетели. Кто-то ходит, тоже охотится, но сейчас, наверное, со снегом, с холодом никто. Пойдем, пока тропа есть, чья-то да есть, человечи или олени. Лучше человека будет до места везти. Ох, болото. Так. Палку нужно. Еще патроны, блин, на поясе, не в сумке. Так. Мне надо смотреть все, что летит. Могу стрелять. Пытночку. О, все летит. Не знаю, стать возле края кромки поля по идее могу охотиться. Дорога так и так идет. Вон, летят. Не успею ее включить. Налет. Вот такой. Опа. Не перезаряд. Вот так вот. Не перезарядил. А вон пошла моя гильза на спрятаться. Ага. вот вот летит. Уэээ. Все патроны. две пачки купил. Не будет перезаряжать. Вертикал. Вертикалку буду брать. Перезарядила. Но не попал. так. Все поднялась. Ух ты, ух ты. там. Дальше идти надо. Офигеть. Ближе. Ближе. Идеально. не нравится эти патроны. Не перезаряжают. Блин. Камера слетела. Никого я не добыл. как с автомата сейчас отстреляюсь. Так хорошо летели. Пока камеру устанавливал. все. Охота закончилась. Новое место. Конечно то, что здесь на поле много птицы, но деревья высоко. смысла я не вижу. Дойти до пруда нету. Ладно, завтра посмотрим. Поеду с утрянку поохочусь. И после этого с квадроциклом поеду доезжать до тех мест, где мы охотимся. Так все. Всем удачи. До встречи. Попробую завтра поехать. Все. Всем пока.